Тем временем борьба с пандемией. В Иркутской области в самом разгаре на передовой инфекционного фронта оказались врачи и так называемые медицинские бригады. Последние появились в Иркутске с момента введения режима самоизоляции. В их задачу входит собрать анализы на коронавирус на дому. Сколько пациентов уже удалось обследовать таким образом, сегодня узнавал Олег Федоров. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Эти стихи маршака теперь можно отрисовать не только почтальонам, но и медицинским работникам. Медсестры 8-й поликлиники Иркутска в специальных комбинезонах, двойных бахилах и с защитными экранами на лице ежедневно приходят к жителям Ленинского района. С собой у них переносные холодильные камеры, где хранятся палочки, чтобы брать мазки и пробирки среды. В коробке поддерживается постоянная температура плюс 4 градуса, чтобы пробы на COVID-19 сохранились до приезда в лабораторию. Правда, иногда жильцы в таком виде врачей даже в подъезд не пускают. Опасаются. Людям многим страшно, особенно пенсионерам, особенно когда мы приезжаем в полной экипировке, то есть для них сразу начинается паника, что кто-то заболел. То есть в основном реагируют, конечно, соседи. Люди-то нас ждут, которые мы приезжаем на мазки, то есть люди нас ждут. В основном очень сильно реагируют соседи, что приехала такая вот бригада. Бригада отправляется на очередной вызов. Две группы медсестер посменно, без выходных, курсируют по всему Новоленина. За день мобильная бригада успевает пройти в среднем до 40 пациентов. Большинство из них приехали в регион из-за границы и сейчас находятся на самоизоляции. Всего с начала введения режима медики успели взять образцы анализов у 1022 пациентов. Сама же поликлиника номер 8 работает в особом режиме. От плановых осмотров из-за угрозы распространения вируса пришлось временно отказаться. В случае необходимости доктора готовы оказать неотложную помощь. В то же время мы оказываем помощь в полном объеме пациентам сердечно-сосудистой патологии, эндокринологической и онкологическим пациентам. То есть вот эта помощь у нас не переживается. Преимущественно оказываем на дому. Если нужно, назначаем обследование, которое нельзя провести на дому на определенное время и дату. Они приходят сюда, чтобы пациент минимально находился в поликлинике. Перед входом в поликлинику установили информационный баннер. Пациенты с температурой и признаками ОРВИ должны заходить в учреждение с другой стороны. Такая система позволяет эффективнее ограждать людей друг от друга, чтобы не возник очаг заражения. На крайний случай в больнице переоборудовали инфекционный кабинет. Человека там осмотрят, а самих врачей после процедур обработают. Ведь от безопасности медицинских работников зависит безопасность пациентов. Олег Федоров, Владимир Пинаев. Новости по будням.